МОЁ РЕШЕНИЕ ОКОНЧАТЕЛЬНО Наша миссия провалилась. Люди в нас не верят. Хартия бессмысленна, я ухожу. Предатель, господин президент, потолки нам не простят. Пусть уходят. Нам не нужны предатели. Любой член Хартии может покинуть ее добровольно. Если, если выполнит условия специального договора. Какого еще договора? Позовите Снегурочку. Сидеть! Вот потерянное письмо с просьбой от ребенка. Но когда наши люди отправились с подарками по указанному адресу, они не нашли его. А вот это договор, согласно которому ты можешь покинуть нашу Хартию. Стать обыкновенным человеком. Если до полуночи 31 декабря ты найдешь этого ребенка, но не минутой позже. Все! Время пошло. В мире миллионы детей. Чтобы найти среди них одного, надо совершить чудо. Вот и соверши это чудо! Да как я могу сделать это? Если в жизни больше нет места чудесам. Да вы и сами давно уже ни во что не верите. И давно уже ни на что не способны. Даже на самое обыкновенное чудо. Наглец! Но я же говорил, на родники-то его нужны. Эй! Кто-нибудь из вас может зажечь елку? Я повторяю вопрос. Кто-нибудь может зажечь елку? Прямо сейчас. Господин президент. Пожалуйста. Раз. Два. Правильно. Два. Три. Елочка! Стоп! Стоп! Ребята, у нас же просила включить мобильники. Ну, ребята! Димочка, прости, это у меня. Я отойду. Ладно, извини. Давай, ладно. Бороды открываются! Фу! Ребята, все понимаю. Устались. Понимаю. Паш, ну, конечно, люблю. Можно мне чай? А, дайте, дайте. Володь, молодец. А, все понял. Ну, ты же знаешь, что у меня сегодня съемка. Так, драку делай. Делаем драку. Да, хочу. Что-то вариант. Ты просто его хватаешь за грудки. Нет, Паш, я не могу. Давай, бросайся. Оттаскивай. А то ты прятал хартию! Ты виноват! Вырывайся! Кожа вырывай! Вот, вот, вот! Да, возьми машину. Обучите! Ты виноват! Ты что? Я без позорком тут стучишь! Хорошо, сниму сейчас грим, костюм и приеду. Из-за тебя! Все! Мороза не будет, никогда не будет. Все. Пойдем туда, елочка не зажжется. Все, пока. Целую. Ты пьяный, ты уже нажался. Целую, пока. Да, ты уже нажался? И плюс. Да, да, я тоже. Мягонька только, так сказать. Мягонька, еще на ногах он встает. Извини, пожалуйста, звонил продюсер, срочно хочет меня видеть. Срочно. Нужно ехать. Вот прямо сейчас. Ну, я не знаю, зачем я. Вот надо, чтобы он обязательный. Ну, Дима. Игорь, снег, стоп! Дима. Ну, ладно, давай. Ну, все, я побежала. Так что, перерыв? Какой перерыв? А даже ее еще нет в этой сцене. Мы спокойно делаем сцену. Ну, потом приедешь, вернешься сразу же. Это появление Снегурочки? Что, появление Снегурочки? Все, разбираем, репетируем. Ребятки, смотрим, и потом будем сразу же это снимать. Все, приготовились все. Звук готов? Монограмма готова? Выдающееся произведение. Забыла, кто автор? Да нет, готов. Котик. Последний мороз. Забыла, что ли? Называй. Ну, инценирую. Последний мороз. Все, привет. Давай, привет продюсеру. Так, внимание, ребята, приготовились. Абсолютная тишина. И начали. Новым Новым Годом К нам приходят чудеса Звездным хороводом Расцветают небеса Знаю, верю чуду В наступающем году Рядом, рядом буду Я ищу тебя Зову город снежный-снежный Залит елочным огнем Дремлет безмятежный Только я грущу о нем Город зачарован Синей сказкой Наяву Кто мне Захолдован Я найду 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 Привет, дорогая Господин Кассиота Позвольте вам представить Анастасия Ветрова Актриса театра и кино Я бы даже сказал Лучшая актриса на сегодняшний день Настя, это господин Кассиота Мой партнер по бизнесу Очень приятно Будучи партнер Очень-очень приятно Я видел несколько ваших работ Вы великолепно выглядите, Настя Спасибо, господин Кассиота Прекрасно разбирается в женщинах Вы тоже, Павер, молодец Прошу Да Да, Настя А у нас для тебя сюрприз Да? Да Господин Кассиота Любезно пригласил нас к себе В гости В Японию Да, да Встречайте Новый год Новый год в Японии? Да, да, да Слушайте, это оригинально Ты ведь знаешь Я не люблю никаких стереотипов Самолет завтра Как завтра? Ты что, с ума сошел? У меня завтра спектакль Он меня не отпустит, главный Главный? Но если его об этом попросит Любимый спонсор О, госпожа Нечаев Ваша банка Спонсирует театр Да Я думаю, Настя Вам стоит согласиться Господа Вы не оставляете мне Никакого выбора Ну что ж На том и стоим Значит, я заказываю визы, билеты Ой, ну что с тобой делать? Заказывай Будьте любезны Да, спасибо Ну Это что? Билет? Надо же, как здесь быстро Выполняют заказы Несите остальное Хорошая шутка Спасибо Ты волшебник, Паша Ну Просто Дед Мороз Сегодня, между прочим Рождество Вы отмечаете католические праздники? После того, как мы подпишем с вами договор Господин Кассиото Я стану отмечать и японские Хорошая шутка Благодарю Настя, мы с господином Кассиото Вылетаем сегодня ночью во Владивосток Надо уладить кое-какие дела А ты, дорогая, завтра Встретимся там и все вместе В Японию Хорошо? Хорошо Я могу отказаться? Приятного аппетита, дорогая Хорошая шутка Все, я побежала Да, конечно А ты опоздал Ой, Настя, подожди А это не ты потеряла? Слушай, какая красота Паша 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 Паша, ты Ты просто Просто Дед Мороз Да И кажется, я нашел свою снегурочку Ты что, хочешь делать мне предложение? Ну, вообще-то хочу Но я не буду делать это здесь, в машине Потому что я хочу, чтобы утро нашей совместной жизни Началось в стране восходящего солнца Паша Нет, ты не Дед Мороз Ты поэт И я тебя люблю Я тоже Настя, Настя Мне некогда все автографы после спектакля Настя, это я Вера Павловна Извините, я так спешу Спектакль вот-вот начнется Настя, я Да Ты меня извини Мы с тобой вчера вечером Я тебе звонила Помнишь, мы говорили Добрый вечер Привет Да Ну, ты обещала выступить у нас в школе на новогоднем утреннике Да-да-да, конечно помню Вы знаете, у меня сейчас очень плотный график Съемки, спектакли, поездки Да, завтра я улетаю в Японию Может быть, мы через месяц, а? Ау, разве через месяц? Новогодний утренник, может быть? Понимаете, раньше никак, поверьте Ой, все, я опоздала, Вера Павловна Мы с вами как-нибудь созвонимся и что-нибудь придумаем, да? До свидания Да, Вау, я... Извините Сегодня тепло Можно окна открыть, Настяш Павел Отец получил бригаду И выехал с нами из Москвы Одиннадцать лет назад Дай глянуть Я отлично помню Как в Москве в это самое время Все в цвету Все залито солнцем Масса света Одиннадцать лет прошло Но я отлично помню, как будто это было вчера Ирина, как будто это было вчера Красивая какая Боже мой! Я сегодня утром проснулась Дозрела наконец-то Я увидела весну А ты что? И радость, радость Заволновалась моей душе Пока не знаю Машу мне захотелось на родину Домой Страстно Черт-то с два Конечно вздор Настяка, свисти Не свисти, Маша Как ты это можешь? Ты что, обалдела? Это же белый орел У меня такое чувство Капля по капле, Маша Уходит в моя жизнь И молодость И мне хочется На родину страстно Крепнет и растет одна Одна мечта Маша А я в Японию уезжаю Уехать в Москву Представляете Продать здесь дом Покончить все здесь Куда? И в Японию Предупреждать надо Еще один такой форт И нас попрут из театра Да ладно тебе Ну куда они без нас, а? Ну конечно Ты же у нас звезда И любимая женщина спонсора Опять? Ты знаешь, опять Слушай, а что ты ему ответишь, а? Я Думаю И причем на сцене Как упоительный В России вечера Вечера? Ну хватит Слушайте, девочки Я поняла, почему он тащит Настю в Японию Потому что японцы никогда не говорят нет И Насте тоже не скажут Это мы еще посмотрим Да ладно, не дури От такого счастья не отказываются Когда самолет-то? Пускай любовь не прах Ну что тебе До моей поры Не обнялся Что мы Эдом В свете Буду Вспоминать Я Как упоительный В России Вечера Девчонки Тихо Нас сейчас выгонят Не сядут Так из аэропорта Разговорщики Кто старшая сестра? Ты? Я Настя, держи Нас точно заметут Тихо так, тихо Как упоительный В России Вечера Настя, за тебя За вас, Павлов Да, сказка с любимым человеком в Японию Так, все, что вам привезти Значит так Кимоны Кимоно Много кимоно Красный Ничего Опять? Опять Нет, все Значит эти красные драконы Белая сахура Сакен Осторожнее Извините, не заметили Неудивительно Ах, какая мафиалка Так, девочки, ладно Мне нужно на регистрацию С Павлом? С багажом Правильно Все мужики багаж Так Что, опять? Опять, поехали Это вы? Анастасия Ветрова Сериал Возвращение Да, девушка, это она Только у нее не возвращение, а улет Полный улет в Японию Опять Вы мне там так нравитесь Мы все смотрим Девчонки, это же Анастасия Ветрова Настюж, солнышко, пожалуйста Напиши для Ольги Васильевны Из Домодедова Спасибо, спасибо Ой, спасибо большое А ну-ка, уйдите, уйдите, молодой человек Не надо, не надо, не надо снимать Держи это Простите, а можно мне тоже Что вы делаете, это же мой билет А это моя подпись Зачем она мне? Господин хороший, господин хороший Вы понимаете, кто перед вами? Вы видите, кто это? Кажется, вижу Подвыпившаяся мы влюбленная дамочка Спокойно, товарищ Ну, знаете Вы знаете, что это известная артистка Анастасия Ветрова? Звезда отечественных сериалов Вы слышали что-нибудь про сериалы? Нет? Слышали? Их еще по телевизору показывают Я вижу, вы потрясены на повал Ну ладно Да, особенно тем, какой чушь показывать на вашем телевидении Послушайте, вы что себе позволяете? Нет, вы слышали, что это там? Кто и такой вообще? Забудь Успокойся, все забудь Расслабься Забудь Действительно, что ты дергаешься? Ты видела его первый и последний раз в жизни Слушайте, перестаньте подглядывать Вы мешаете читать Извините Вижу, у вас очень интересная книга Что? Да нет, ничего Просто вы уже второй час на двадцатой странице А вот это вас и не касается И вообще, знаете что? Замечательный образец современного мужчины Книг не читает, телевизор не смотрит В самолете спит Вы извините, я устал и хочу отдохнуть А в свободное время хамит незнакомым женщинам Извините, был неправ Да ничего, ну что вы Ну конечно Вы же да не со зла А так просто от усталости У нас почему-то все мужчины на работе устают Подождите, а вы Кем вы работаете? Судя по вашим коробкам Дедом Морозом Ой Вы считаете себя еще и остроумным Что вам от меня надо, а? Мне? Подождите, а то что, это профессиональный вопрос, да? Если вы Дед Мороз, значит Вы должны исполнять желания, так? Слушайте, люди редко знают, чего хотят А я знаю Не могли бы вы пересесть? Куда? Без разницы, хоть на метлу А вот это больше подошло бы вам Что? Я хотел бы пересесть Пожалуйста, здесь свободный рост Слушайте, что вам от меня еще нужно? Только одного Чтобы этот полет скорее закончился Дамы и господа По погодным условиям Наш самолет совершает вынужденную посадку В аэропорту города Ханты-Мансийска Просим привезти из беды Девушка Где ваш начальник, а? Девушка Да шалуйтесь кому угодно От меня-то вы что хотите В такой атмосферный фрон отбегается А это вам не шуточки Вот наладится погода и полетите дальше Ну надо мне Потому что у нас тоже право Не Владивосток Интересное дело, а? Между прочим, те, кто очень спешит Берут такси и едут в Югорск Оттуда еще можно улететь Да Такси! Эй, куда вы? Такси! Да что тут такое-то, а? Молодой человек Мужчина! Мужчина, вы куда едете, а? Что? А это ваша машина? Служебная Послушайте Мне очень нужно в Югорск Понимаете, я очень спешу Я тоже В Югорск? Нет, просто спешу Ну погодите, если вы едете в ту сторону То подбросьте меня Ну какая вам разница, а? Лишних триста километров Мне не в Югорск Мне гораздо ближе Да какая разница, триста, четыреста Да я заплачу А? Да Ну поймите вы Ну мне действительно нужно в Югорск Ну поймите, меня ждут там Ну будьте вы человеком Фигу вы из вас, Дед Мороз Еще говорили, что желание исполняете Я этого не говорила Не дай разница, говорили, и нет Не нужно Понимаете, ты меня ждут Что? Давай Это будет ваше первое желание Вот видите, какой из вас получился добрый Санта-Клаус А где ваши олени? Коробку, держите Редактор субтитров А.Семкин Прилетал под вечер ангель Своей тенью, как плащом укрывал Мои сны сочинял Снилось лето бесконечное С изумрудными лугами В синем небе нежных нот перезвон И еще снился он Будет так или нет Лишь ты об этом знаешь Ангел мой, ты отбег Береги сны мои В этих снах со мною он летал Мы над морем поднимаясь Ловим облако лучей золотых И печаль тает в них Если можешь, ангел, сделай так Чтобы эти сны сбывались Если можешь, ангел мой, нанеси До него эти сны Что, приехали? Аэропорт? Да нет Дорогу занесло Придется здесь ночевать Что? Мне очень жаль Мне очень жаль Вы что? Да вы с ума сошли? Мне сегодня же нужно улетать Да вы куда мне завезли? Куда? Можно сказать Что это мой офис Мне действительно очень жаль Но в Югорск не пробиться Вы же видите Как метет Да мне плевать Как метет Мне надо лететь И вообще не трогайте мои вещи Продолжение следует... Эй! Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok 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 onds DimaTorzok DimaTorzok Not DimaTorzok 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 А вот и дама. Проходите, проходите. Морозов предупредил. Ага, а что будет дама? Ну что, такая козырная. Не обращайте на него внимания. Настя, если не ошибаюсь. Да, а вы? Разрешите представиться. Зайцев, а это Волков. Мы помощники Морозова. Можно сказать, его правые руки. Угомонись-то, а? Морозов просил машину починить. Ну вот мы и чиним. Может, в картишке? Да погоди ты. Сначала завтракать. Ой, в следующий раз я спешу. Морозов сказал, что сегодня вездеход будет. Вы не знаете, скоро? Более чем час назад. Что? Вездеход. Морозов на нем уехал с геологами. Как уехал? Как уехал? Да вы не волнуйтесь, он в соседнюю деревню. Детишкам подарки отвезет и... Каким детишкам? Какие подарки? Вы что, мне нужно ехать? Он же мне обещал. Черт и что. Когда он будет? Ну, в один конец, минут сорок, так что... Ага, в том году они во враг летели, два дня вытащить не могли, сейчас запросто могут. Что? А что ты хотела, милая? Снег-то вон сколько-то намело? Это на шоссе упади уже счистили, а у нас, так считай, до весны. Вы в картишке? Отстаньте со своими картами. До шоссе далеко? До километра два, мигом доедете. А два года назад мне вообще под лед провалились, неделю вытащить не могли. Настя, не слушайте вы его. Что ты врешь? Во-первых, не два, а три года назад. Я тебе говорю, два года. А я говорю, три года назад. А я говорю, три года назад. А ты врагите вы, где шоссе? Да там, где Япония, в Примизорном Востоке. Да, Настя, вы куда? Настя, ну это же безумие, так нельзя, вы что, сейчас Морозов... Я у вашего Морозова просить ничего больше не хочу. Мне хватит. Отстаньте, сама дойду. Ну куда же вы? Да оставьте ее в покое, пока она весь инвентарь не перебила. Пускай прогуляется, если хочет. Заодно водички принеси, чайку попьем. Я ехала домой. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Заблудились. Дали круг. В лесу такое бывает. Ох, зря я вас отпустил. Ох, зря. Да. Шубяйки-то у тебя дрянь. Искусственная. Это ж сколько плюшевых мишек на неё ушло. Подарки-то ты куда подевала? А чемодан где? Не знаю. В лесу где-то. Да и чёрт с ним, с этим чемоданом. Да нет, не чёрт. Кажись, Морозов. Вы уже здесь. За вами не угнаться. А за мной не нужно гнаться. Достаточно было просто выполнить обещание. Подождали бы минут сорок. Были бы уже в Егорске. А так вездеход ушёл без вас. Геологи ждать больше не могли. Замечательно. Великолепно. Это я ещё и виновата. Так всё, я больше ждать не могу и не хочу. Настя, ну... Отдохнула? Хватит. До свидания. Ну что же это такое-то? Ну... Не ваше дело. Настя, ну... Ну... Ой. Допрыгалась, а? Температура? Так давайте её наверх. Чёрт. О, оттаяла Снегурочка. Чудеса. А где Морозов? Да этот твой Морозов достал уже всех своим этим меценатством. Ну и словечко. Ты гляди, что делается. Ему со всего округа детишки письма шли с просьбами. Вот. А мы с Волковым посылки снаряжаем. Так. Я, кажется, задала вопрос. Ты знаешь, главное, что им-то интересное было бы, а то одно и то же. Машинка. Куколка. Машинка. Или вот. Вот чё это такое? Ну, машинка, так машинка. О, машинка-то зверь. Мне надо ехать. Вы починили машину? Эту? А, тут. Да починим. Какие проблемы? Только отсюда всё равно по такой погоде никуда не выбраться. Связи нет. Под деревеньком неподалёку и там телефон молчит. Линию оборвало. Ух ты. Господи, ну что? Ну что мне делать? Мне, мне нужно ехать. Меня ждут, волнуются. А, а этого вашего Морозова опять куда-то унесло? Привёз меня в берлогу, а сам смылся? Ну, ну свинство какое-то. Абсолютно согласен. Просто безобразие какое-то. Всю ночь проторчала у постели одной взбалмошной барышни, которой вздумалась бегать по лесу. А теперь спит. Самым наглым образом. Как всю ночь? У тебя температура, между прочим, под сорок была. Могла бы хоть спасибо сказать за такое свинство. Деньа легла, между прочим. Кто-то, 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 кто-то. Возвращаясь. Знаешь, вытянется перебором. Могла убедить удобно. Возвращаясь. Могла беды. Могла бы хоть куда-то. Могла бы хоть куда-то в патологию. Хочешь. Субтитры сделал DimaTorzok Это вы? Да, я. Решила зайти. Как ваше самочувствие? Хорошо. А я пришла вас поблагодарить. Мне все рассказали, я действительно вам очень благодарна. Наверное, это было непросто. Ночь, за окном метель, помощи ждать неоткуда. Вы один на один с чужой болью. Из какого это сериала? Что? Ну, знаете. Мы же пообщались. Да. Морозова сейчас лучше не трогать. У него этот, как его елки-березки. А, кризис среднего возраста. Да. Интересно. И какой же возраст у твоего Морозова? Пятьсот лет. Что? Вром. Пятьсот ему только в этом году исполнится. А что смешного? Да ты что, не знала? Тут же Дед Мороз. Ну, там, Финляндия, Лапландия. Ну, и наш Югорский. Понятно? Понятно, понятно. Вот. Деды Морозы. Это очень древняя раса. Еще догомысапинцев появились. Сейчас их немного осталось. Тысяч двадцать. И все объединены в Хартию. В Хартию? Да. Ой, значит, и вы читали эту книгу, да? Как там она называется? Последний Мороз, кажется. А вот ирония. Вы что? Здесь неуместно. Вот ты лучше задайся вопросом. Если самолет совершил в Хантах вынужденную посадку, ну, вот откуда там взялась машина Морозова? А? Ну, он... Баранки гну. В том-то все и дело. Морозов способен заглядывать в будущее. Доброе утро. Привет-привет. Настя, кажется, я был с вами недостаточно вежлив. Извините. Просто устал. А у вас удивительно тонкое чувство юмора. Удивительная способность предвидеть будущее. Зря ты смеешься. У Морозова сейчас тяжелый период. Личная драма. Люди перестали верить в чудо. Вот он и теряет силу. Слушай, Зайцев, может, хватит, а? У тебя сказки получаются еще хуже, чем стулья. Может быть, ты мне еще и про Великий Устюг расскажешь, а? Вот Великий Устюг, это действительно сказки. Настоящий Дед Мороз живет здесь, под Ханты-Мансийском. Так, все ясно. Здравствуй, Дедушка Мороз, борода из ваты. Да ты включи свою женскую логику. Вот, ну а чего? Ты загибалась. А сейчас вот бегаешь, как живая. А к чему бы это, а? В доме-то, между прочим, никаких лекарств не наблюдается. Да? А вот это что? Вот. Вот, вот. А насчет бороды, открою тебе секрет. У этой расы она отродясь не растет. У них даже комплекс неполноценности на этой почве. Вот ты думаешь, откуда это, борода из ваты? Заметь, Морозов никогда не бреется. У него даже бритвы нет. Слушай, так, все с меня хватит. Если ты сейчас не замолчишь, то я болью тебя вот этой мертвой водой. Ой, метеор, ох, метеор. Так, Волков. Как себя чувствуете, Настя? Нормально. Вы, кажется, здесь единственный разумный человек. Но объясните мне, наконец, куда я попала? Вы хотите, чтобы я вам сказал правду? Нет, правда, мне достаточно от Зайцева соврить что-нибудь для разнообразия. Ну, Зайцев у нас известный фантазер. Однако, куда бы вы Насте ни попали, прогноз погоды неутешительный. Значит, нет связи. Газета за сегодняшнее число. Откуда вы ее взяли, Волков? У Морозова. Черт знает что! Газета за сегодняшний день. Зайцев! 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 Я... Мне нужно было с вами поговорить. А, не думал, что вас так легко заставить поверить в сказку. Значит, Зайцев вам уже успел рассказать про бороду, да? Это его любимая шутка. Так, я вижу, что здесь собрались сплошные шутники и юмористы. Только мне нет никакого дела до этой чуши. Что вы мне лапшу на уши вешаете? Матрица над внешнего мира, матрица над внешнего мира! Вот это что? Это что такое? Объясните! Это газета. Слушайте, прошу прощения. Я поздравляю вас. Сцена скандала, или как там у вас у артистов, удалась. Верю. А некоторые считают меня неплохой актрисой. И все-таки. Ну? Ну же! А что вас удивляет? Дед Морозы в некотором смысле существа сверхъестественные. Поэтому у меня газеты могут быть и за сегодняшнее число, и за завтрашнее. Жалко только, что все они за прошлый год. Знаете, Настя, а вы меня радуете. Радуете? Если так дальше пойдет, то скоро вы поверите, что я Дед Мороз, а Волков и Зайцев это Заяц и Волк. Вы за кого меня принимаете? Не дождетесь! Зайцев! Зайцев! Опять ваши штучки! Зайцев! 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 Ну что вы! Ну какой же это Зайцев? Это кролик. А Зайцев у нас... Настоящий русак. Волков, и вы туда же! Какой русак? Вот именно, какой русак? Я самый что ни на есть беляк. Трепачь ты, а не беляк. Это ты насчет бороды, что ли? Каюсь, соврал. Но все остальное чистая правда. Борода, Деда Мороз, и когда это закончится? Да скоро, скоро, скоро. Ой. Понимаешь? Одна девочка написала письмо. Оно потерялось, а ее нужно найти. Только я как погляжу, он не очень-то ищет. Ну я же тебе говорил, руки опустил, не верит он в себя. Подожди. А ты-то про письмо откуда узнала, а? Ты что ли растрепал? Волков, действительно, а что вы здесь прохлаждаетесь, а? Зайцев меня развлекает пересказом идиотских книжек, а вы? Ну напугаете меня какой-нибудь народной сказкой, а? Ну давайте. Ну что вы, Настенька, ну какие сказки? В наше время напугать можно только реальностью. Правда, Гоша? Да чего же, если здесь торчать, неизвестно сколько. Давайте, расскажите мне, что у вас в лесу живет лешик, вурдалак, еще лучше баба Ега. Давай быстрее, че стоишь? Ну что, не ждали? Лечу, лечу, метлой кручу, страшнее всех на свете. Что? Испугались дети? Ну что, как? Ну, в общем и целом. Отвратительно. Не слушай, Петровна. Ну я же тоже знаю, что ерунда какая-то получается. Морозов, 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 ты где? Морозов, Морозов! Петровна, ну что ж ты так кричи? Господи, что с тобой? Морозов, выручай! Я у себя в клубе новогодний концерт затеяла. Артистов из города пригласила. А тут снегу как навалило. Как же ты к нам пробралась? На ступе, что ли? А вот представь себе, ночь мило, утро мило, а сейчас все стихло, как в сказке. Ну, толк-то что, артисты не приедут. Я хотела своими силами, но ты ж понимаешь, какая из меня артистка. Сегодня вы прекрасно выглядите. Ой, хорошенький комплимент женщине в костюме Бабы-яги. Ну что, Морозов, ты выступишь? Я? Я нет, я не могу. Как не можешь? Ты ведь в прошлом году такую программу сделал. Капперфилд отдыхает. Пусть отдыхает, я тоже устал. Нет, подожди, я тебя не отпущу, ты должен. Нет. Да что ты, Петровна, он не может? Да отстань ты от меня! Ты не имеешь права мне отказать, Морозов. Петровна, не проси. Уйди ты! Что, маэстро, испугался публики? Здравствуйте, извините, пожалуйста, я вас не заметила. Здравствуйте. Если у вас какие-то проблемы, то я могла бы выступить. Вы? Да что вы! Ой, это прекрасно, замечательно. Вы нас очень выручите. А, извините, а вы кто? Тише, Петя. Ну что ты? Кажется, публика не узнает своих кумиров. Петровна, да ты чего? Глаза-то разуй. Это же знаменитая артистка Анастасия Гетрова. Гетрова. Вот, звезда отечественных сериалов. Ох, точно. Как же я сразу-то... Ой, Настенька, ради бога, извините. Вы знаете, у нас по телеку-то то изображений нет, то звук отсутствует. А вместе их никто никогда не видел. Ну, ну это же замечательно. Это же сама судьба вас послала в наши края. Я вообще-то в Югорск собиралась. А, застряли. Застряли, понимаю. Ну ничего, мы вам поможем. Поможем. У нас есть трактор? Да. Правда, он сейчас сломан. Ну ничего, я мужиков мобилизую, мы наладим. А после концерта мы вас с этим трактором и отправим. Правда? Да. Трактором? Отлично. Ну договорились. Договорились, только у меня к вам одна просьба. Да-да. Не могла бы я остановиться в деревне до концерта? Я вам сплачу. Ну что вы? Ха-ха, вот так номер. У нас не понравилось. Провинция, скучно. Ну разве можно заскучать в сумасшедшем доме? Так вы мне поможете? Конечно, да у меня поживете. И клуб рядом. Давайте прямо сейчас. И чем скорее, тем лучше. Ой, давайте. Ну надо же, а? Я ехала в Югорск. Звезда отечественных сериалов. Эх, такую девушку упустил. Не твое зайчье дело. Да зря ты, Морозов. Она, между прочим, такая, своеобразная. Своевольная, капризная, манерная. Стало быть, понравилась. О, то самое письмо. Ну, дорогой дедушка, поздравляю тебя с наступающим Новым Годом. Хе, ну никакой фантазии, а? Морозов, если ты до сих пор надеешься ее найти, так это бесполезняк. Судя по орфографии, ребенку лет семь-восемь. Да таких по всему миру немерено. Девочек. Ну хорошо, вдвое меньше, чем немерено. Кост, какая разница? Все равно пишут все одно и то же. Пришли мне, пожалуйста, к углу, такую же, как у Таньки, в красном платье, с закрывающимися глазами. И чтоб говорила мама. А то Танька слишком задается. Тише. Хорошо. А то Танька слишком задается. Ты можешь помолчать? Что с вами, шеф? Чего это? Клуб у нас хороший, но небольшой. Ну, сцена, занавес, это все как положено. А в прошлом году даже свет поставили. Итальянский. А, а это олени. Озеро у нас есть. Ну, только, конечно, это летом. Вот. А воздух какой целебный. Ну, просто прелесть. Ну, курорт, Настенька, сказка. А люди у нас какие. Замечательные. Один Морозов чего стоит. Костерчик и песни. Хорошо, что я люблю. Песни, вот песни. Настя, подождите. Стойте, Настя. Вернитесь. Петровна, смотрите. Стойте, остановитесь. Остановитесь. Морозов. Ну, остановитесь, сэр. А, вы хотите, чтобы я вернулась, да? Настя, туда нельзя. Нельзя туда. Пойдемте. Ну, что с вами? Я опасно. Я... Да никуда не пойду. Нельзя туда. Пойдемте с собой. Пойдемте. Премрицаем. Настя, на. А! Люди! Вот гады, а! Нет, ну точно они. Братья Мамаевы, браконьеры. Ну, ничего, сейчас Петровна с Морозовым вдвоем устроили к Куликову поле. Выпейте, согреетесь. Не понимаю. Да что тут понимать-то? Опять бан какой-нибудь, поди. Заказал им ель на праздник. Они, наверное, ее еще утром подрубили. Да Петровна спугнула. А ель ты возьми, да упади. Слушай. А Морозов-то? Кое-что еще может. Или уже. Не понимаю, откуда ваш Морозов узнал, что она упадет. Ха! Ты смотри, а! Стоит упасть одному дереву, эта женщина начинает задавать правильные вопросы. Он услышал треск? Да сколько ж лесу надо повалить, чтобы ты поняла! Да нет здесь ничего особенного! Просто банальное чудо! Слушай, хорош болтать, а! Пойдем машиной займемся. Вот из-за таких, как ты, Анастасия, Морозов и решил уйти на покой. Правильно решил, и нам пора. Что правильного? Между прочим, большинство людей верят в чудо? Легко и охотно! И Настя поверит, и Морозов тогда вернется. Дай поспорим. Да пойдешь ты, в конце концов, или нет, а! Между прочим, тебе жизнь спас! Могла бы поблагодарить! Что, не верьте своим глазам? Ничего особенного, банальное чудо. Поешьте с дороги. Спасибо. Спасибо, я не хочу. Вам надо поесть. Вкусно? А с Морозов все вкусно. Что-то из восточной кухни. А, из японской. А, вы знаете, в Москве очень много уютных японских ресторанчиков. Мы с Пашей там... Так. Я там часто обедаю. Так. Немного воображения. И вы в японском ресторане. Без Паши. О! Честно говоря, очень хочу есть. А чего вы не едите? Все пьете, да пьете. Очень вкусно. Честно говоря, даже не ожидал. Вы хорошо готовите? У меня бабушка была шеф-поваром в столовой. Хм. Вы, слушайте, откуда вы узнали? Ну, насчет, насчет дерева. Ну, что вы, услышали что-то? Ну, там, треск, скрип. А? Скорее, крик. Ненавижу, когда рубят деревья. Особенно этот обряд с новогодними елками. Значит, вы не настоящий Дед Мороз. Не думал, что сказки зайцев так на вас подействуют. Ну, отчего же? А я уже давно не верю в сказки. Послушайте, а что это вы такое колдовали надо мной, когда у меня была температура? А у меня дедушка был, шеф-колдун. Ну, Морозов. Ладно, ладно. Просто одно время я увлекался нетрадиционной медициной. Дайте руку. Вы что, гадать умеете? Чувствуете тепло? Да, действительно. А что это? Корреляционный резонанс полипептидных цепочек. Что? Ну, говоря понятным для вас языком, это аура. Нет. Пусть будет лучше резонанс. Вы, значит, предпочитаете рациональное объяснение всему происходящему? Да. А вы? Я? Знаете, я тоже. Я тоже. Что бы там ни говорил, зайцев. В этом мире все понятно, разумно, целесообразно. Жаль. Знаете, в жизни иногда хочется, чтобы произошло что-нибудь такое, ну, волшебное, новогоднее. А чего бы вы хотели? Оказаться в Егорске? Это слишком даже для вас. Так, простенькое новогоднее чудо. Возьмите. Зачем? Ну, это же волшебный посох. Давайте, возьмите. Ну? Ну, взял. Ну, ну, ну. Что, ну, что дальше? Ну, что, не мне вам объяснять, что дальше. Давайте, стукните о землю три раза. Давайте. Скажите. Вот скажите, вот как елочка горит. Давайте. Слушайте, какие-то глупости. А почему, почему глупости? Ну, чего вам стоит? Вдруг получится, а? Не получится. А, я так и знала. Ну, какой из вас Дед Мороз? Тогда повторяйте за мной, давайте. Ну-ка, елочка, зажгись. Ну-ка, елочка, зажгись. Ну-ка, елочка, зажгись. Да не так это все. А как? Раз, раз, два, три. Елочка, гори. Чувствую. Потрясающе. Морозов, слушайте, ну, у вас как-то не очень убедительно получается. Я не знаю, что там у вас происходит на утренниках, но... В этих снах со мною он летал. Мы над морем поднимаясь. Ловим облако лучей золотых. И печаль тает в них. Если можешь, ангел сделает... Несите, черт знает что. Сто раз Волкова предупреждал. Напряжение скачет, проводку надо менять. Лишнюю лампочку крутишь, пробки летят. А, я ж говорил... Пробки. А, 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 не-не-не-не-не. Это я, так, это я не об этом. А что это значит? Рациональное объяснение. Что? Вы что? Вы, вы меня обманули, да? Вы меня разыграли, да? Вы, вы... Это, это подло! Шеф, я ей все объясню? Назад. Морозов, ну ты сам виноват. Я же сколько раз говорил, проводку надо менять. Я же... Ну я же для тебя старался. Что я не вижу, как ты маешься? Вчера весь день посохом долбил, долбил, все бестолку. У меня сердце не каменное. Я тебя об этом просил. А что меня просить-то? Я сам. Я повторяю свой вопрос, зайцы. Я тебя об этом просил. Морозов, ты это, не нервничай, а? Не смей. Слышишь? Не смей меня жалеть. Морозов, не надо. Морозов, не нервничай, пожалуйста. Морозов, я тебя молю, ну не надо. Ну не надо, Морозов. Вам надо отдохнуть, шеф. Морозов, не надо. 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 Уберите здесь всё. Пожалуйста. Филиппинские, Калимандан, так, Ява, Австралия и Антарктида. Ну вот и всё. Слушай, займись делом, а? Вон сколько писем. Я думаю, тоже машинку подавай. Ну никакой фантазии. Не могу, старик. У меня ещё западное полушарие. Там нет русскоязычных девочек. От шести до восьми. Как это нет? А остров Франглера? А мы с Дежнёва. И там, получается, одна шестая всей суши. От ладарюга, от ладарюга. Не скажи. За полчаса я перевернул весь мир. Вот говорил Морозову, компьютер надо покупать, интернет. Сейчас бы влезть в базу данных в Харти. Все. Я ухожу. Как опять? Никакой фантазии. Как уходите, Настя? Ничего, ничего. Найдёте себе другой объект для издевательств. Держи. Поживу у Петровны. Не шурши. Чего? Тихо. Слышите? Что, опять очередная сказка, да? Да подожди. Точно. Братья Мамаева. Я ничего не слышу. Топор. Вот гады опять рубят. Я этого так не оставлю. Куда ты? Что-то ты можешь. Из дома никому не выходить. Это может быть опасно. Ага. Особенно, если учесть, что ружьё не заряжено. Они-то этого не знают. Я ухожу. Ты будешь меня ждать? Дурдом! И всё-таки, Настя, вам нужно остаться. Вы хотите, чтобы и я сошла с ума, да? Сумасшествие-то идти ночью через лес, Настя. Конечно. Ночь, волки, браконьеры и зайцы с незаряженными ружьями. Это что? Не знаю. Но это близко. Волков! Что случилось? Мамочка! Мамочка! Зайцев! Оно было заряжено. Я поскользнулся. А ну? Нужно что-то делать. Ну, что вы стоите, а? Ну, нужно врача срочно. Скорей, вызовите скорую. Ой! Нужно перевязать. Господи, ну где же Морозов, а? Качай консилиум, помру я. Миленький, миленький, ты только держись, слышишь? Всё будет хорошо, слышишь? Ну, Волков, ну что вы стоите, ищите Морозову, скорее же! Да, да. Мамочка! Вода. Зайцев, миленький, ты только поживи немножко. А я сейчас... Вода? Я сейчас... Живая вода. Живая. Нужно просто окропить рану, поможет. Господи, он же вредит. Только нужно, чтобы ты поверила, а то не поможет. Можно поверить. Зайцев, миленький. Поговорил, а не веришь. Помогло. Это же самогон. Ну, я и говорю, живая вода. Да. Хочешь огурчик? Настя. Ну, чё вы лупились там? Она поверила, окропила радужевой водой. Шеф, шеф, погоди ты. Настя, я всё сейчас объясню. Морозов, всё! Твои комплексы к чёрту! Люди способны верить чуду, даже есть такие, не верящие. Волков, ты проиграл с тебя ящик шампанского. Настя, мол, ящика твои. Да замолчи, дурак. И не забеги вот домой. Оказался он живой. Это дело надо отметить. Настя, всё не так, как вы себе представляете. Волков, в музыку! Это какое-то совпадение. Я вообще не понимаю, что с ним происходит. Он нас совсем не пьёт. Да замолчите вы! Перестаньте вы, шутка гороховая! Настя, ну… Господи, как мне всё это надоело! Я больше не могу! Успокойтесь, Настя. Ёлки-палки, городы, чудеса, Деды Морозы, письма, подарки! Надоело! Я хочу домой! Мне надоело вот это всё! Надоело! Слушайте вы! Слушайте вы меня! Вот вам! И вот вам! Извините меня. Ты проиграл, Зайцев. Вам лучше перебраться в деревню. Волков проводит. Да никуда я не пойду! Милая, ты… А, это вы? А что это с ним? Репетирует, ёлки-берёзки. И ведь не глупый человек, когда без гитары. Репетирует? Угу. Так-то он только в полнолуние воет. Да, кстати! А как насчёт, вот, извиниться за письма? А за живую воду? Квиты! Ну не могу я долго! Как насчёт того, чтобы позавтракать? Ага. А где Морозов? А улица? Осторожней! Доброе утро! Доброе! Симпатичная ёлка, да? А вы знаете, если её… если её нарядить, то это будет настоящая новогодняя ёлка. Слушайте, а зачем вы забрали гирлянду? А вам что кажется, если украсить её цветными побрякушками, то она будет красивее, чем сейчас? Угу. И всё-таки вот, вот сюда я повесила бы шарик. Синий. Послушайте, я должен извиниться перед вами за вчерашнюю. Простите. Погодите! Это я должна просить у вас прощения. Это… Я вчера себя вела отвратительно, и я устроила сцену. Сцену? Ну что вы! Вы-то как раз вчера не играли. Вы были как никогда искренни. Вы всё время пытаетесь меня задеть. Нет, наверное, я это заслужила, но… Морозов, послушайте же, ну… Но мне тяжело это говорить. Мне… я… я… Простите меня. Но это вчера была ошибка. Ошибка? Это рискованное заявление. Вы не боитесь? Боюсь чего? Ну как, вчера вы были абсолютно верно себе. Но если считать это ошибкой, тогда необходимо признать, что вы ошибались всю жизнь. Выбрали себе не ту профессию. Окружили себя с… Совершенно случайными людьми. Что? Вы что такое говорите? Простите, не нужно было начинать этот разговор. Нет, подождите. Это… это слишком… это… Это слишком даже для вас. Да вообще, кто вы такой? Да вы просто неудачник. Пожалуй. Да. Со мной, между прочим, всё в порядке. Профессия, друзья, личная жизнь, да. Да, если хотите знать, я люблю Пашу. И я многое бы отдала, чтобы сейчас он был здесь, а не вы. Извините, я ухожу. И вообще, это только половина желания, у меня ещё целых два. Вообще, я хочу, чтобы здесь был Паша. Немедленно, слышите вы, старик Катабыч, я хочу видеть его, а не вас. Ой. Слышите? Паша? Паша? Я не знаю. А я не знаю, как же ты. Я не знаю, как же ты, а не знаю. Паша? Продолжение следует...